5 июня очередное еженедельное совещание администрации началось с торжественного момента. Глава города Игорь Александрович Ральников поздравил с прошедшим днем рождения начальника отдела образования городского округа город Буй Ольгу Валентиновну Валенкову. Игорь Александрович также поздравил с днем рождения начальника земельного отдела администрации городского округа город Буй Анжелику Леонидовну Голунову. По официальным сводкам межмуниципального отдела МВД России Буйский, за прошедшую неделю зарегистрировано 153 сообщения. Из них 14 о кражах, 15 мошенничеств, 2 без вести пропавших, 10 нанесений телесных повреждений, 4 ДТП, 4 некриминальной смерти. По административной практике зарегистрировано 180 сообщений. Из них по линии ГИБДД 112 сообщений, 31 факт появления в общественном месте в состоянии опьянения и распития. Директор Буйска ЦРБ Игорь Нефёдов отчитался в статистике заболеваемости в городе Буйском районе. Заболеваемость в городе снизилась на 30% и составила 53 первичных случая. Укушенных клещами 256 человек. Директор Организации тепловодоканала Риса Золотова доложила, что на сегодняшний день в работе находятся две котельные на подачу горячей воды – Первая Квартальная и ЦРБ. Котельные химзаводы оставлены на опрессовку. На прошлой неделе произвели паку островы на улице 1905 года с выходом на улицу Островского. По водопроводно-канализационному хозяйству устранили утечки по адресам Островского, 90 и 10-й годовщины октября, 44А. Занимались прочисткой самотечной канализации. На сегодняшний день обнаружена утечка на водопроводе Красный Химик-15 и в районе нефтебазы. Цветность воды в реке – 170 градусов. В город вода подается 9 градусов цветности. Директор Организации ВИРа Алексей Баринов отчитался в количестве заявок за прошлую неделю. Всего поступило 84 заявки и одно соцучреждение. Промыто 18 МКД. Дезинфекция проведена в 56 домах. Текущие ремонты проводятся по улицам Октябрьской революции 47 – ремонт электросетей, Октябрьской революции 53 – замена розлива и стояков ХВС. Директор предприятий «Дорожник» Роман Косарев отчитался в проделанной работе за прошедшую неделю. Занимались покраской пешеходных переходов, грядированием дорог, произвели покос травы вдоль дорог и проводится ремонт понтонового моста. Директор предприятия «Спецкомсервис» Дмитрий Хазов доложил о закрытии на две недели бани в поселке Салама. На прошлой неделе занимались заготовкой дров для железнодорожной бани. В бане химзавода по техническим причинам закрыта парилка. Также на прошлой неделе убрали 32 контейнерные площадки, заменили 8 контейнеров, произвели покос травы на 51 площадке. Начальник отдела образования Ольга Валенкова доложила, что итоговая аттестация в 9 и 11 классах проходит без нарушений. Капитальный ремонт в школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова будет проводиться в 2024 году, в школе номер 2 – в 2025 году. Вопрос о переводе учащихся школ решен. Учащиеся будут переведены во вторую смену в другие образовательные учреждения. Продолжение следует...